И доброе-доброе-доброе утро, дорогие радиослушатели, которые внезапно трансформировались в телезрители канала Саха-24, ну и остались в том же состоянии, скажем, радиослушатели. Якутск сегодня у нас, ну, выйдем сегодня за границей Якутска, поскольку очень многое-многое того, о чем мы сегодня будем говорить в эфире, осуществляется еще между якутском Нерингли, якутском Мирным, якутском Сунтаром и так далее, и так далее. Пассажирские перевозки, вот на прошлой неделе все-таки было, я не говорю, что в стране началась компанейщина, вот газ взрывается в Иваново, да, начинает строить газовые службы, да. Происходит трагедия вот со спортивной командой в Нече-Виганске, начинает проверять пассажирские перевозки, но элемент, скажем так, вот такого, это же сигнал все-таки, огромный сигнал по всей огромной стране, да, и соответствующие службы, которые должны обеспечивать, это прежде всего перевозчики, да, прежде всего перевозчики, да, и организаторы подобных перевозок должна заботиться в очередной и пусть там сотый, 160-258 раз о безопасности своих пассажиров. Безопасность пассажирских перевозок, вот сегодня тема рубрики Якутск сегодня, и начать, конечно же, хотелось бы с представления гостей, поскольку Якутск сегодня, наверное, все-таки со столичной ГИБДД, исполняющийся обязанности начальника отдела ГИБДД МУ МВД Якутская, то есть городского ГАИ Сергея Александровича Осиповича, и заместитель начальника экзаменационно-регистрационной работы, отдела по регистрационной и экзаменационной работе, управления уже ГИБДД по республике, Денис Сергеевич Беспрозонов. Беспрозонов, да, да, и, конечно, все-таки республика у нас большая, Якутск административный центр, к Якутску мы чуть-чуть попозже, вот Сергей Александрович немножко оставим покой, все-таки вот междугородняя перевозка, да, у нас инцидент был совсем недавно, мы можем как-то запараллелить, человек, который организовал перевозку пассажиров, допустил гибель ребенка в Нюрбе. Совершенно верно. Да, в этой связи, что все-таки, я вот призываю, где карающий там жезл полиции в данном случае, да, вот где он оказался? В этой связи, что хотелось бы сказать, что нами налажена плодотворная и целенаправленная работа в этом направлении с рядом организаций и служб, то есть по республике у нас организовано взаимодействие с управлением государства автомобильного надзора и с главгостехнадзором, который, значит, отвечает за перевозки такси, да, значит, в этих целях мы проводим целенаправленные рейды профилактические, где выявляем достаточное количество нарушений, ну, соответственно, конечно, на каждом километре федеральной трассы мы не можем поставить инспектора ДПС, но работа в этом направлении постоянно ведется. Постоянно ведется. Товарищ офицер, вот я понимаю, что дефицит сотрудников, квалифицированных сотрудников там и так далее, и так далее, вот эта причина, мы не можем за каждым таксистом, каждому автобуснику представить сотрудника, и она звучала не раз и так далее, но как в этих условиях нехватки рук, нехватки ног, да, выкручивается и управление, и городская полиция, чтобы, ну, как-то обеспечить все-таки безопасность, мы с вами, вот есть же выражение, не Махрону ведешь, да, все-таки вот раз погрузил людей, которые платят деньги за то, чтобы от пункта А до пункта Б доехать, изволь там чуть ли не тройные меры безопасности принять, согласны? Согласен, да, но здесь, значит, немаловажную роль играет и то, что пассажиры, пассажиры должны тоже думать о своей безопасности, то есть пользуясь услугами перевозчиков, они либо легальных, либо нелегальных. Есть много способов идентификации, значит, обращая внимание при посадке транспортных средств, на что должен обратить пассажир, то есть перевозит ли его легальный перевозчик, либо нелегальный перевозчик. Соответственно, уже и предпринимать какие-то меры по пути следования безопасности, что предписано правилами как минимум дорожного движения, это в обязанности пассажира входит обязательно пристегнуться ремнем безопасности, ну и, соответственно, значит, при наступлении каких-либо последствий, да, нелегальный перевозчик уже, как говорится, каким-либо образом доказать его вину уже становится немного сложнее, соответственно, если при наступлении последствий при легальном перевозчике уже более-менее ответственность урегулирована, то есть перевозчик, как минимум, легальный должен иметь лицензию, разрешение, значит, договор составлен с каким-либо предприятием о прохождении технического осмотра транспортного средства, о прохождении медицинского осмотра, иметь путевой лист на перевозку, должен быть обозначен табличкой заказной, соответственно, ну, что, можно сказать, касается вот межрайонных наших, межуусственных перевозок. Да, вообще, пассажирам у нас чревато всё-таки быть, вот, история недавно тоже случилась, пассажиры авиакомпании, да, полярной авиалинии, которые из-за задержки рейса определили в частную гостиницу, они просто сгорели, вообще, ужас какой-то творится, это, конечно, тема отдельного разговора, не имеющая отношения. Что всё-таки с теми людьми, которые, это не только же водитель виноват, виноват же ещё и человек, который организовал перевозку пассажиров, которая повлекла смерть несовершеннолетнего, да? Да, совершенно верно. На сегодняшний день, значит, в Нюрбинском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, значит, перевозка, дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть одного человека, да, ну, и при этом ещё пострадали некоторое количество лиц. Значит, водителю, который управлял транспортным средством, по решению районного суда применена мера арест, в данное время он содержится в изоляторе временного содержания. Ну, а организатор-перевозчик, значит, по выявлению данного дорожно-транспортного происшествия, было установлено, что он имел неоплаченные штрафы, значит, за что был привлечён также судом к административному аресту на 15 суток, и по второму неоплаченному штрафу ему именено наказание в виде штрафа в двойном размере. Что светит? Ну, как правило, я не могу комментировать, так как ведётся следствие, и следствие соберёт все достаточные основания. Ну, и же, скажем так, вот, практика судебная. Ну, есть судебная практика, да. Да, в этом случае, ну, сколько, срок какой может? Сроки разные, то есть в зависимости от наступления последствий, то есть и тяжести причинения вреда здоровью. Ну, здесь уже, конечно, уже говорить о последствиях что-либо, как говорится, невозможно, то есть уже наступило сфер несовершеннолетнего. Ну, я думаю, это является отягчающим настоятельством. Ну, соответственно, судебные органы примут соответствующее решение. Хорошо. Заканчивая тему всё-таки междугородних перевозок, да, ну, у пассажиров иногда просто не бывает выхода. Вот, допустим, есть компания, которая осуществляет лицензированную деятельность по перевозке пассажиров, но она выезжает, допустим, в район Сунтар по понедельникам, средам и субботам, да. Мне же нужно попасть, выехать, вернее, во вторник, ну, в понедельник не отпустили меня с работы, во вторник, и оказаться, допустим, в Сунтарах в среду. Вот. И при этом у меня нет 30 тысяч на то, чтобы туда-сюда скактить авиатранспорт. Ну, как правило, здесь уже, я думаю, что человек должен думать о своей безопасности. С кем ему выезжать? То есть торопится он либо там на праздник, либо на какое-то плачевное мероприятие. Это уже зависит от обстоятельств каждого человека. Ну, о безопасности своей человек должен думать постоянно. То есть это полагаться только на то, что домчит он за 15 часов там с нелегальным перевозчиком, допустим, до того же Нюрбы или Сунтар, который водитель летит по 15 часов, не соблюдая ни режима, ни труда, ни отдыха, да. Что это, то есть немало примеров, которые наступление уже плачевных последствий при этом. Вот, кстати, вот и время, и отдыха, и труда, да. Тахограф, насколько вот вы в практике своей применяете уже вот эти навороченные, ну, не навороченные, а полезные очень приборы? Ну, скажу вам, что с 1 января 2015 года мы вплотную работаем по этим техническим средствам контроля, которые должны быть установлены в транспортных средствах как грузовых, так и категории D, значит, что относится именно к пассажирским перевозкам, да. Значит, здесь что можно сказать? Это регламентировано приказом Минтранса номер 36 и 273, то есть установкой данных средств контроля технических за режимом труда и отдыха, где проехавший, значит, водитель, значит, водитель, вернее, в пути следования должен проехать не более 4 часов, после чего сделать остановку как минимум на 40 минут или час, для того, чтобы прийти в порядок, значит, восстановить силы и далее продолжить движение. Ну, в условиях наших федеральных трасс, которые, конечно, несоответствующим образом у нас инфраструктура до сих пор обусловлена, то есть мало количества кемпингов, малое количество, значит, стоянок и так далее, где-то какие-то еще уже населенные пункты в основном не жилые. Поэтому водители, рискуя своими, значит, силами, рискуя, значит, пассажирами, вот, следует по 15-20 часов пути. Но, допустим, трасса Лена уже более-менее отвечает же, допустим, требованиям, которые на дороге, по которым осуществляется подобного рода перевозки, соответствуют. Вот я просто положительный пример дорожников, хочу сказать, роду федеральных дорожников, да. Вот Шайтан, машина вот эта, и Станы, и УАЗики, которая осуществляет пассажироперевозки, багаж. Все мы видим такие замечательные ролики, когда машина, которая смещает центр тяжести и так далее, выписывает в порой невинном таком въезде в поворот немыслимые кульбиты, да. Неужели наши вот эти, охочие, может быть, до каких-то дополнительных денег за перевоз багажа и так далее, просто не знают элементарного закона физики, о том, что центр тяжести машины смещается выше и в сторону, получается, да, при этом. Парусность при этом увеличивает. Вот как с ними быть? Ну, ограничение, я понимаю, 4 метра, да? Ну, это по правилам дорожного движения, да. По правилам. Высоты должно быть не более 4 метров. Угу. Ну, как вот с этим бороться-то? Ну, что тут можно сказать? Что боремся мы в любом случае. Мы прибегаем к помощи, значит, управлению государственно-автомобильного дорожного надзора, с которыми стоим и контролируем данные перевозки. Это камеры, да? Нет, не обязательно. Это весовые, так скажем, параметры, которые... То есть есть перегруз, нет перегруза. Да, если есть перегруз и нет перегруза, соответственно, если перегруз есть, по разрешенной массе прописанное свидетельство о регистрации транспортного средства, соответственно, привлекаются административные меры воздействия. Хорошо. Вернемся к Нефтьюганску. Там очень много было нареканий на то, что автобус был не предназначен для перевозки детей. Вот чем отличается автобус от желтого цвета, на котором написано «дети», от обычного линейного автобуса? Отличается он много чем. Пример. Давайте вот разжуем немножко. Он регламентирован, должен соответствовать ГОСТу Р-511-60 1998 года. То есть это автобусные перевозки. По техническому состоянию. По техническому состоянию. Так, давайте более подробно, все-таки интересно, да, есть ли пристегные устройства и так далее, и так далее. Мы сразу после рекламной паузы, которая прямо сейчас внезапно наступает, за 30 минут предупреждают товарищ режиссеру. Ладно, хорошо. Сразу после рекламной паузы мы разберем вот этот момент все-таки. Хорошо? Вот такое вот фото на память товарища режиссера. И все-таки давайте подробнее. Уже не о технических каких-то, вот устройства ограничения максимальной скорости и так далее по вот этих желтых автобусам. Давайте особенности перевозки детей. Вот этот вопрос давайте сообщать, что ли, это самое. Ну, как уже было сказано, в соответствии ГОСТа у нас предусмотрены детские автобусы, на которых установлен тахограф в обязательном порядке. Также у нас, значит, на данном виде автобуса непременно должны быть ремни безопасности. Ремни безопасности, значит, на каждом сидении, да. Сидения при перевозке детей, значит, обязательном порядке должны быть только сидячие места. Кроме ремней безопасности также имеются кнопки вызова у каждого сидения, кнопка вызова водителя для остановки транспортного средства при необходимости. Также, если ведется у нас, значит, перевозка детей, три и более автобуса там, значит, и при перевозке, кроме того, что водитель, который несет непосредственно ответственность за обеспечение безопасности при перевозке, кроме этого, в автобусе с детьми у нас находится, кроме педагога, ответственных лиц от данного, допустим, учреждения учебного какого-нибудь школы или просто какого-нибудь учреждения, также предусмотрен обязательно медицинский работник. Если, допустим, колонна у нас организована идет три и более, то в данном направлении можно предусмотреть, ну, предусматривается обязательно медицинский работник, но его на три автобуса, допустим, предусмотрен один медицинский работник. При этом все, вот, допустим, кресла, сидячие места, которые у нас имеются, они должны стоять согласно стандарту только в прямом направлении. То есть никаких боковушек, да? Никаких развернутых кресел в салоне не должно быть. И перевозка осуществляется, как я уже сказал, чисто по имеющимся сидячим креслам. Никаких стоять пассажир или старший никто не должен. То есть родители, в принципе, требовать, допустим, если осуществляется перевозка детей, спортивная тоже команда, допустим, южных спортсменов и так далее, чтобы в обязательном порядке были предоставлены такие вот автобусы, да? Да, это предусмотрено, во-первых, кроме законодательства и кроме ведомственных наших приказов по МВД Российской Федерации, я имею в виду общие приказы, которые мы должны, как говорится, выполнять и соблюдать. Кроме этого есть постановление правительства об организации перевозок и должно непосредственно нести вот эту ответственность официальные, специальные, специализированные предприятия, которые должны обеспечивать безопасность. Пример такого специализированного предприятия? Ну, в данном у нас в Якутске, как вы уже все знаете, перевозка учащихся в школу и по каким-нибудь мероприятиям у нас, значит, предусмотрено, это детские автобусы. Да, сегодня детские автобусы входят в систему якутского предприятия автобусного. Там имеют соответствие автобусы, которые непосредственно обеспечивают перевозку детей по заявкам по школам. Значит, по организации вот таких перевозок предусмотрено законодательством о том, чтобы все вот это вот подготовить уже и проверить те же автобусы, посмотреть маршрут движения, по которому будут идти, совершаться перевозка. Это, как уже по законодательству сказано, за 10 суток заявку подает учреждение, которое... ...перевозку в том или ином направлении. За 10 суток они подают заявку для этого, чтобы при... Ну, с учетом наших климатических условий в республике нашей, в том числе и в городе Якутске, все-таки мы стараемся проконтролировать это и осуществить сопровождение патрульным автомобилям. Тем более, вот сейчас начинаются у нас подготовки к новогодним праздникам, вы знаете, сейчас ведется проверка всех... Туман еще. Да. С учетом наших климатических условий в этом обязательном порядке у нас будет осуществляться перевозка... Сопровождение. Сопровождение при перевозке пассажиров. Вот как Денис Сергеев сказал до этого, как вам значит, это осуществляется не только в городе Якутске. Если, допустим, наши гости с Нейрюнгрей идут, или с Сунтаров, или откуда-то, у нас, значит, осуществление перевозок, как Денис Сергеев сказал, осуществляется по подразделениям. Друг друга мы, как говорится, контролируем, друг друга встречаем и дальше по маршруту продолжаем. Да, на практике я сталкивался, когда вот организация спортивных мероприятий и так далее, очень слаженно действует экипаж тех машин, которые, допустим, хангаласковые ГИБДД и перехватывают якутские ГИБДД. Молодцы. В принципе, я знаю, что опыт, наработанный у вас в этом отношении есть. Что касается других, не детей, других пассажиров, да еще раз говорю, вот климатические особенности, такое сухое выражение, на деле это означает низги не видно, да? И автобуснику, водителю автобуса, пассажирского автобуса, которые осуществляют пассажирские перевозки, в троекратном размере приходится напрягать, а не сидеть, болтать по телефону и так далее. В этом отношении вот безопасность, я исключаю методы оплаты и так далее, это просто безопасность. Автобусники нынче как? Ну, автобусы, которые все-таки какими-то своими направлениями все-таки организовывают вот эти перевозки. Не-не, я пассажирские перевозки, автобусы, да, общественные транспорты. В общественном транспорте, конечно, за безопасность в первую очередь отвечает и водитель, который должен все-таки не нарушать правила дорожного движения, скоростной режим, соблюдение проезда того же перекрестка и все, особенно в нашей, вот как я сказал уже сегодня, как сказали, и вы, и туман, допустим. При этом надо в первую очередь соблюдать правила дорожного движения, не нарушать их. Ну и осуществление пассажирских перевозок в городе Якутске у нас на сегодняшний день, значит, все-таки по всем вопросам, которые у нас имеются, заявки, жалобы, можно сказать, принимаются обязательно. Сразу все это обрабатывается, отрабатывается. Ну, в основном, я вот так, в последнее время сейчас у нас, значит, идут в основном холодно в автобусе, говорят. Печка не усилена, да? Да, увеличение финансирования, холодно в автобусе и все остальные. Вот это все вопросы, я очень даже надеюсь, что люди поймут нас. Все-таки необходимо в первую очередь обращаться в администрацию города Якутска, который является главным заказчиком, исполнителем перевозок пассажирских в городе Якутске. Да и по другим вопросам, не только по безопасности, порядка оплаты и так далее, я думаю, что большая степень ответственности лежит на муниципалитетах. На муниципалитетах, да. Люди у нас, что касается, когда общественного транспорта, общественных перевозок, резко становятся такими патриотами, да. Они хотят, чтобы перевозил меня гражданин Российской Федерации, имеющий троекратно заверенное какое-то свидетельство о том, что он действительно обучался в автошколе и так далее. То есть я говорю о том, что многие права у приезжих и так далее, они не действительно, просто говоря, закуплены там и так далее, другими незаконными путями приобретены. В этом отношении, вот люди вправо, когда говорят, меня не должен перевозить там мигрант, меня не должен перевозить человек, который возможно. Они не говорят же, нет постановления суда о том, что права он купил, да, возможно, купил права и так далее. Это касается еще и такси. Вот я хочу в такси ехать нормально, вызвал по диспетчеру там и так далее, при оплате, чтобы я использовал бесконтактные. Кстати, пассажирам автобуса везет, они карту приложили, оплатили, вышли, да. В такси же у нас терминалов нету. То есть это иллюстрирует, насколько, если бы был нормальный предприниматель, ну что ему купить там посттерминалы вот эти, да, для бесконтактной оплаты. Как в лучших городах мира. В Лондоне в том же и Париже, да. Оплатил, оплатил, все-таки цивилизуется, сейчас 21 век. В этом отношении, вот по части таксистов, какие меры предпринимаются о том, чтобы повысить все-таки меру безопасности? Я не говорил уже о маньяках? Ну, как было сказано уже, все-таки совместно с управлением дорог, также с Ространстехнадзором, мы проводим совместные мероприятия по... По таксистам? Да, по проверке таксистов, значит, для выявления нелегальных такси. Ну, есть такие моменты, когда вот получается, что нелегалы мы выводим на административное взыскание, на него делаем. Да, они как об стенку, город. Да, но при этом мы не имеем права на сегодняшний день даже на староплощадку без явных нарушений поставить на машину. Вот телефонный звонок, возможно, это касается того, что нужно, 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 больше, скажем так, карать тех же... Телефонный звонок. А? Да. Доброе утро. Да. Я бы хотел задать такой вопрос. Почему автобусники без кондуктора ездят? Обязательным порядком должны быть кондукторы. А почему он отлучается? Все понятно с вашим вопросом. Ну, это из разряда тех мер, которые вот в обязательном порядке должны быть и прописаны, скажем так, правилами пассажирских перевозок, что в автобусе должен находиться и кондуктор, и так далее. Я все-таки еще раз. Вот укропняются службы такси, остаются там Максим, там, нон-стоп, ин-драйвер, да, с ин-драйвером, ладно, там, какие-то вопросы возникают, но суть-то остается там в агрегаторах. Я не говорю о Максиме, я о нон-стопе, да, ин-драйвер. Можешь быть любой. То есть, даже вчера, который получил вот эти права, да? С ин-драйвером очень вопрос такой. Во-первых, ин-драйвер, как правило, у нас зарегистрирован где-то за пределами республики. Это целая система информационной направления. Даже за пределами России. Белоруссия. В том же Белоруссии, да, в том же Екатеринбурге, насколько было известно, они стоят, ну, вот эту систему, значит, тирало, это надо выходить на уровень правительства и решать вопрос по закрытию информационных таких блоков. Предприниматели, которые организовывают подобного рода сервисы, они говорят, нет, вы ущемляете свободу предпринимателей, которые там Путин, скажем так, указывает, что не кошмарит бизнес и так далее. Но вопросов остается, на самом деле, все меньше и меньше с уменьшением числа таких вот крупных перевозчиков. И я думаю, что работа, которую вы ведете, она все-таки послужит на пользу. Спасибо.